Так, ну что, Настя, мы с тобой разбираемся уже вторую неделю в том, кто такие нарциссы и зачем они в нашей жизни нам нужны. И я хочу сделать такое ёмкое обзорное видео на эту тему, потому что в моей такой терапевтической практике раньше было такое слепое пятно, но когда, например, звонит женщина или мужчина и говорит, тут хорошо всё было, и столько любви, и столько значимости, потом бах, человек выходит из контакта без объяснений. Прямо на пике, когда я уже поверила, поверила, и больше ничего. Вот я называл это необязательностью мужчин, я называл это духом сиротства, я называл это страхом, я называл это безответственностью, но тут я натолкнулся на этот термин, нарцисс, вот, нарциссическое расстройство личности, нарциссическая травма, у меня как будто все пазлы сложились, и я решил, что на эту тему многим мальчишкам, девчонкам, та-да-да-да-дам, а также их родителям, нужно дать просто информацию, или она пригодится на входе, но в состоянии влюблённости, когда тебя просто всё пьянит, трудно с этим разобраться, или же после того, как человек попал в ситуацию нарциссического абьюза, или нарциссической брошенности, термин нарцисс и особенности понимания этих людей, оно каким-то образом состыковывает картину, и люди, которые претерпевают насилие, или брошенность после отношений с нарциссом, они хотя бы понимают, что дело-то не в них, это не то, что она плохо старалась ему угождать, она уж угодила и так, и так, и так, а просто дело в особенности этих людей, а поскольку мы все учимся всю свою жизнь, причём некоторые до 80 лет даже, принимать людей такими, какие они есть, мы понимаем, что от людей с этим расстройством личностного чего-то там, расстройством личности или с этой травмой, большего-то и ожидать нельзя, вот, поэтому давай так обзорно, что ты накопала по поводу нарциссов, что ты пооткрывала и вообще откуда ты заинтересовалась этой темой. У меня вот сейчас сразу, вот как ты начал говорить, когда вот звонит женщина, говорит, что вот на пике там вдруг ни с того ни с сего вот её оставили, я хочу сразу сказать, что мне нравится тоже твоё выражение «здоровая критичность», когда входишь в отношения, вот эта вот здоровая критичность, она всё равно, ну, в любом случае её необходимо иметь, потому что особенно с нарциссами, если знать, как это всё происходит, вот вход в эти отношения, это будет явно заметно, то есть первое, ещё я хотела сразу сказать, что есть нарциссическая травма, есть нарциссическое расстройство личности, и вот люди, которые с нарциссическим расстройством личности, особенно перверстные нарциссы, вот они более всего склонны к такому психологическому насилию, а не редко и физическому насилию. И у них практически всегда один сценарий вхождения в отношения. Первое, они выбирают себе очень ресурсную жертву, жертву в кавычках, потому что на самом деле этот человек не жертва, он наоборот может быть очень успешным, очень энергетически сильным, таким большим человеком с большой буквы, и причём это может быть как мужчина, так и женщина. Вот, нарцисс выбирает такого человека, и начинается такое хождение кругами, то есть он собирает информацию об этом человеке, и даже если это просто случайное знакомство, он на первых свиданиях внимательно слушает, что говорит ему этот человек, то есть больше на первых свиданиях, допустим, если это мужчина и женщина, больше будет говорить женщина, она будет рассказывать про себя, а нарцисс будет внимательно слушать, чтобы потом при случае, тебе такая музыка нравится, слушай, а у меня дома вот такие записи, вот я тоже обожаю. То есть он как будто бы сканирует, чтобы втереться в глубину. Совершенно верно, совершенно верно, и причём подстройка происходит на самых глубинных ценностях, глубинных ценностях, и жертве кажется, что она встретила идеального мужчину, что вот это просто капец, принц её жизни. Создаётся такая эйфория, это тоже перверзные нарциссы, мастера создавать эту эйфорию. Всё, букеты, звонки, как ты там, ты покушала, в кроватке тебе удобно, это вот на ночь. Любимые цветы. Да, любимые цветы. А вот я сейчас тебе поставлю музыку, ты под неё уснёшь, а завтра ты проснёшься, а я приеду к тебе, привезу твой любимый кофе, ты пойдёшь на работу, или я тебя отвезу на работу, мы с тобой попьём твой любимый кофе. Чем это отличается от обычного ухаживания, если человек влюблён? А здесь идёт целенаправленно, то есть нарцисс на самом деле не испытывает чувств, у него с чувствами вообще, у меня такое простонародное слово просится, напряжёнка, потому что чувства его задавлены, они вообще на корню, вследствие этого у него практически нет эмпатии. И он подстраивается для того, чтобы? Для того, чтобы войти в плотный союз с этим человеком и питаться его ресурсами. Его энергии. Его энергии. Причём ресурсы там могут быть разные энергии. Чисто энергетические, чисто практические деньги, там жильё, продвижение по службе, интеллектуальные. Интеллектуальные. Он будет рассказывать и рассказывать, и рассказывать, или она. Да, да, да. Вот. И вот эта подстройка, она идёт, это, ну, может продолжаться несколько недель, а может быть месяцев, а может и год. Потому что если тот человек, который, ну, как бы не поддаётся на эти ухаживания, там это будет, ну, просто такие какие-то развития, глобальные события. В общем, он будет всеми путями влюблять в себя вот это вот жертву. Если человек голодный по любви, или если человек более-менее эмпатичный, он будет эти импульсы воспринимать за чистую монету. Конечно. Какие могут быть проколы у нарцисса вот на первых порах? То есть у них же всё равно в любом случае есть определённая структура психики, которая может их раз, так скажем, и выдать. Например, двойное послание в комплиментах. Ой, у тебя такая красивая грудь. Хорошо, что ты надела такое красивое платье длинное, потому что ноги, конечно, лучше закрывать. То есть вот непонятно, зачем их закрывать. То ли это вульгарно, то ли это у меня такие страшные ноги, то ли ещё что-то. Вот такие пассивно-агрессивные комплименты. А потом рассказы какие-то о том, что вот он такой бедный, обиженный, что его не ценят, что на прошлой работе с ним плохо обошлись, его бывший, вот он такой, или бывшая, там, ну, в зависимости от пола, там, женщина, мужчина, что вот просто это не человек, очень плохо с ним обошёлся. И у него всегда во всём виноваты другие. Вот. То есть это вот такие вот очень, ну, серьёзные маркеры. Потом он использует такие приёмы, как ближе-дальше. Держит в состоянии неопределённости. То есть вот он уже начал вот эту бомбардировку такими любовью. А потом некоторая отстранённость. А потом отстранённость. Может, два, три, четыре, там, пять, семь дней не звонить, там, девушка, женщина или, там, мужчина, если это с девушкой. Уже-то что такое, что происходит, там, пишет. Я занят. Или просто не отвечает. Вот. А потом опять появляется, и опять такое вау. И тут же это всё забывается. Как же, ну, мало ли, ну, а вдруг человек действительно был занят. Ведь у всех у нас могут быть свои дела. Ну да, эмпатичный человек склонен, оправдывается, понимание относиться. Да, конечно. Как бы игнорировать негативные послания и фиксироваться на позитивных. Я слышал, что где-то процентов 75 нарциссы – это мужчины. В большей степени мужчины, чем женщины. В большей степени мужчины, да. В большей степени мужчины. Я вот в эту тему глубоко именно о гендерных различиях не углублялась. Но я это сделал. Да, но ты это сделал. Но я тоже про это читала, что в большей степени это мужчины. И вот этот приём, вот эта важная очень штука, которая вот этот срабатывает на ближе-дальше. Дальше, если уже человек входит в отношения, уже там жить вместе начинает, или семья. Вот этот приём ближе-дальше. Есть такие ещё более жёсткие приёмы, как игла и холодный душ. Это когда тебя очень сильно эмоционально опускают, что-то такое болезненное тебе делают. А потом раз – и любовь. И вот это очень сильная такая вот штука. И таким образом, как, знаешь, как насос какой-то. То есть больно – любовь. Больно – любовь. Да. И когда человек годами живёт с перверзным нарциссом, то у него вот эти вот качели, вот эти, они вызывают биохимическую зависимость. Это как наркотик, как любая зависимость, как эмоциональная зависимость. И потом приходит человек со спокойной любовью, и человек не может идентифицировать. Да, да. Это любовь. Это первый момент. А второй момент, когда жертва находит в себе силы уйти от нарцисса, ну или он её оставляет. Такое тоже, кстати, очень часто бывает, когда уже все ресурсы выжраны, уже брать с неё нечего, уже человек там в полуразрушенном состоянии. Или человек этим качеством энергии насытился. Этим качеством энергии насытился, и тот перестал ему быть интересен, либо появилось третье какое-то лицо, другое заинтересованное, он уходит. То тому, кого оставили, или тот, кто нашёл в себе силы уйти, он начинает испытывать просто реально как вот ломка. Потому что возникает биохимическая зависимость, и очень сложно потом выйти вот из этого состояния, из этих отношений. Чисто психологически здесь очень долгое восстановление нужно. То есть фантомные вот эти вот чувства, внутренние разговоры, общение с образом внутри там и так далее. То есть когда человек, то есть вернись, любимый, я всё прощу, вот эти все штуки. Потому что настолько сильной давалась вот эта вот эмоция и боли, и любви в кавычках, что человек к этому привыкает, вот к этим качелям. И я, как повторюсь, возникает биохимическая зависимость в мозгу в том же отделе, который отвечает за любую зависимость, в том числе и наркотическую, и алкогольную, и эмоциональную. Это вот всё оттуда. И поэтому очень сложно выйти из этих отношений, и потом вот эти вот страдания. То есть идеализироваться образ начинается, плохое всё забывается, потому что психика защищает, и вытеснение начинается, и вроде, но ведь он правда хороший. Плюс есть ещё здесь один момент. Чаще всего перверзный нарцисс для окружающих – это идеальный человек. Это просто душка, это просто душка. И когда жертва начинает делиться, ей мало вообще кто верит. Говорит, да ты что, да тебе показалось, да не может такого быть. И уже у этих людей возникает общий круг знакомых, и человек, который является условно жертвой, нарцисс, уже даже никому пожаловаться невозможно. Совершенно верно. Плюс, плюс, если расстаются, или нарциссу зачем-то это выгодно, он чаще всего начинает мстить тем, что ближайшему окружению начинает рассказывать такие подробности, такие подробности. Да она просто стерва, да вы представляете, да она вот такая-такая. Причём приводит реальные факты, но в такой интерпретации, просто с ног на голову их переворачивает, а так как у него сложилось такое общее впечатление, что он хороший человек, то ему верят, а жертва находит и просто не может ничего доказать, и в итоге уже никому ничего не хочет доказывать, и остаётся с этим один на один. Здесь тоже идёт такое разрушение личности, это очень тяжёлый выход из отношений получается. Ну, значит, мы говорим о нарциссической травме чуть-чуть позже, но вот сейчас я клинические такие характеристики приведу, значит, нарциссического расстройства личности. Значит, это чрезмерное чувство собственной значимости, грандиозность при отсутствии реальных в жизни результатов. То есть, поскольку собственной энергии нет, реальных результатов финансовых, социальных нет, нет, но убеждённость о себе, ну, колоссальная, человек присасывается к партнёру, партнёрше, который что-то значит, чего-то достиг. И таким образом, сначала присасываясь к этому партнёру, доказывает свою грандиозность, что... Самому себе. Самому себе, да. И потом, обесценивая этого партнёра или партнёршу, увидев, как он, она страдает, ещё раз убеждается в своей значимости, что такую прекрасную женщину или такого прекрасного мужчины удалось свалить так, что по мне прям там страдает. Да, 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 совершенно верно. Потом, конечно, в этом смысле неадекватности, постоянной мысли и фантазии о красоте, власти, успехе, идеальных отношениях. И здесь ещё есть другая грань. Если эти ценности не реализованы, не достигнуты, то идёт обесценивая богатых людей, красивых людей, достигших людей. Да что они там? Купили себе дорогие часы, ходят, хвастаются. Там ценности, не потому, что ты действительно такой аскет, что пренебрёг, а потому, что ты не достиг этого. И проще обесценить ценности богатых и достигших людей, чем начать достигать. Совершенно верно. И даже если это на бытовом уровне, они вообще не переносят, когда кто-то хоть в чём-то более успешен. То есть, если, например, ну, вообще такой простой пример, у него нет машины, а его знакомый купил машину и говорит, он, ну, вот машину купил. Не то, что даже хвастается, а там, как дела, дочь? Ой, какую ты там купил? Чё ты там купил? Тойоту? Говорят, она сейчас вообще не очень. И к ней запчастей не достать, и вообще трудно её обслуживать. Это просто гроб на колёсах. Ну, зачем она? То есть, это вот на таком даже бытовом уровне это проявляется однозначно. Ещё следующий момент. Высокомерное поведение по отношению к окружающим. Я знал нескольких нарциссов, которые были психологически подкованы. И после того, как к человеку приходил клиент за консультацией, за помощью, за поддержкой, ну, шло такое, как бы, при этом консультации нарцисс может проводить. Может. Но потом он настолько пренебрегает и обесценивает, и дурачится, вышучивает своих клиентов, что понятно, что, ну, как бы, это человек с двойным дном. То есть, он здесь даёт хорошее лицо, чтобы ему заплатили за консультацию. А здесь идёт обесценивание. И даже, я извини, что перебиваю, про высокомерие. Оно проявляется на, тоже, опять же, на тонком бытовом уровне. Например, я положу тебе, ну, там, суп, там, или ещё что-то. Садись покушать. Ммм, я сейчас подумаю, хочу ли я это. Ммм, что ты там сварила. Это такая, это такое тонкое высокомерие, которое сразу может быть незаметно, но оно вот во всём будет проявляться. И человек, который любит, он оправдывает. Да, 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 да. Ну, видно, супчик у них хочет. Да, да. Значит, смотри, интересную штуку заметил у нарциссов. Это уже такая вещь. Это человек, которому очень трудно, или, как говорят в простонародье, западло попросить. Да. Но он очень питается комплиментами. Особенно нарциссы, которые пишут, какие-то могут писать какие-то тексты, вычурные, глубокомысленные, и ждут комментарии, за каждый комментарий благодарят. То есть стимулируют, чтобы их комментировали, ими восхищались. То есть у него есть ожидание восхищения других людей, но он никогда не попросит об этом и явно не покажет, потому что тогда он унизится. Он унизится, и у него нет вообще такого просить. Только манипуляции. Только манипуляции. У человека с нарциссической травмой, когда он начинает осознавать, что здесь что-то не так, он научается просить. Но у нарцисса, перверзного особенного, у него просто вот всё чётко, как механизм. Только манипуляции. Он живёт только манипуляциями, поэтому никаких просьб. Как нарцисс может попросить о восхищении? Приведи пример. Ну, чтобы сказали, какой он крутой, или как он классно записал видео, или как он классно написал текст. Ну, просить он не будет. Он может спросить, либо не мнение, наверное, даже. Иногда под просьбой обратной связи на самом деле скрывается во желании услышать комплименты и восхищение. Поэтому, запрашивая обратную связь, он будет слушать. Он вроде как её и запрашивает, вроде спрашивает, ну как, мнение, да? На самом деле он хочет услышать комплименты, и если он слышит что-то критичное, это его очень сильно задевает, и потом он этому человеку будет мстить. Да. Обязательно. Мстительность, но опять же, она такая манипулятивная. Манипулятивная, совершенно верно. Как вот в просторудней говорит, сливать, сливать. Да, да. Вот. Смотри, ещё характерный признак, это зависть достижением других людей. Да. Но опять же, она явно не показывается. Не показывается. А в виде пассивно-агрессивных комментариев. Угу. Вот. В желании в каком-то круге людей не спровергнуть авторитет или значимость того, кому эта зависть происходит. Да. Потом есть у него, у нарциссов сумасшедшая вера, что его успехом завидуют остальные. Поэтому нарцисс очень ревнив. У него такая мысль, что он какой-то особой избранностью обладает. Угу. Вот. Но он это не демонстрирует. Он насыщается, жрёт это в одиночку. В одиночку. И причём, когда он вот присасывается к этому энергетически сильному человеку или ресурсному в каких-то других областях, он себе это постоянно говорит. Я особенный, потому что вот он или она со мной живёт. Для меня всё делает. Я особенный. Вот эта вот подпитка, она идёт именно ещё из-за этого. Потом очень важное качество такое. Я бы его поставил первым. Ну вот в том источнике, в котором брал информацию, она где-то на шестом месте. Угу. Отсутствие эмпатического сострадания к другим людям. Вот. То есть, условно говоря, даже это связано отчасти с воспитанием, отчасти с устройством мозга, говорят, что у них там между лимбической системой и неокортексом очень слабый сигнал. Нет. Я всё-таки здесь хочу внести уточнение. Чем даже перверзный нарцисс отличается от психопата? Психопат у него, вот то, о чём ты говоришь, у него изменения в лимбической системе. У нарцисса нет. У него просто настолько с детства вот задавлены чувства, подавлены, просто они у него кастрированы и зажаты, что он может испытывать только либо вот так, как он больше боли испытывал, а так как боль разрушает, он их просто зажимает, эти чувства. Они у него просто очень сильно зажаты, но тем не менее он может что-то испытывать. И в отличие от психопата, когда психопат делает что-то нелицеприятное, ему же вообще пофигу. То есть он просто, он делает своё и делает. Ему абсолютно наплевать, он холоден и спокойен. Нарцисс, даже перверзный, может испытывать смущение. Что значит смущение? Когда его за что-то где-то поймали, и вроде это как бы плохой такой поступок в социальных нормах, он испытывает смущение за то, что он такой неидеальный. Ведь идеальное я подверглась сомнению. И здесь он испытывает такое некое смущение и начинает либо извиняться, либо оправдываться, но опять же только с той целью, чтобы выставить себя хорошим. Сохранить свою грандиозность. Сохранить свою грандиозность. И у них развита очень хорошо когнитивная эмпатия. То есть если на уровне чувств они этого не ощущают, то считывают человека очень хорошо. они понимают, что если вот сейчас вот такое выражение лица и так себя человек ведет, то скорее всего у него это вот так, вот так и вот так. И это считывание на этапе приживления, когда уже идет вот этот вот контакт эмоциональный и так, чтобы ужиться. Там очень много эмпатии, очень, конечно же, видимой, очень много отзеркаливания, очень много постройки по ценности. И до момента, когда наступает предел насыщаемости объектом, называется эта штука разлюбил. И тогда ищется другой объект. Поскольку у нарцисс не может жить, существовать на своей энергии, на своей энергетике, поскольку у него ее очень мало или нет, то нужен другой объект для поддержания его хорошести, грандиозности, понимания, да, всяких сложных сюжетов. Так, и дальше исключительного чувства собственного права и необоснованного ожидания особенного отношения окружающих. Но это отчасти мы рассмотрели. Вот. Ну и мы говорили о чувстве уникальности. Это, конечно, дело в том, что, видишь, нарциссизм, сейчас защиту нарциссизма, это в хорошей консистенции, вот как перец или соль, это хорошее качество. Вот если человек, ну вот когда мы говорим о любви к себе, например, там, о, там, улыбни себе в зеркало три раза, вот, утром, вот эти все вещи, это развитие здоровых нарциссических качеств. Конечно, конечно, они вообще у любого человека есть эти нарциссические качества, и это и не плохо, и не хорошо, они просто есть, это нормально. Да, но когда оно в ярко выраженной форме, и когда раньше я это называл, и в некоторых видосиках энергетический вампиризм присутствует. Вот я тоже об этом только хотела сказать. Я тебя переписала. Да нет, ну так мы же просто болтаем. Да, у меня просто прет просто из меня. Рядом с таким человеком, вот именно вот с перверзным нарциссом, всегда ощущается себя плохо. То есть нет никаких исключений. Если это не влюбленность, а ты просто с ним контактируешь, тебе в любом случае рядом с ним как-то нехорошо. Чисто по телу нехорошо. Если это долговременные отношения, то начинаются просто головокружения, обострение всех болезней, бессонница, такое ощущение, как будто ты разгружал вагон из картошки, и тебе плохо. И ты не понимаешь, почему тебе плохо. А потому что из тебя вот так высасывают энергию и манипулируют с тобой на таком тонком уровне, при этом ты же этого не понимаешь, не осознаешь, но только на уровне чувств. Ты же принимаешь человека таким, какой он есть. Да, да. И это только на уровне чувств, на уровне тела. И в самых таких крайних случаях, когда вот если перверзный нарцисс уже там на грани с психопатом, то рядом с ним сразу чувствуешь страх. Особенно те люди, которые хорошо ощущают свое тело, у них сразу идет непонятный страх. Непонятно, что это, почему, но почему-то страшно. Давай коснемся немножко нарциссической травмы, потому что это очень важная штука, как же эти самые нарциссы дошли до такой жизни. Вот. И я думаю, что понимание нарциссической травмы в каком-то смысле оно даст нам ну некоторое большее понимание, апологию этих людей, что у них так сложилась жизнь, так сложилось психическое их устройство. Что такое нарциссическая травма? Нарциссическая травма, она возникает тогда, когда ребенка в детстве просто игнорировали его потребности, ну просто как будто его нет. Мам, я хочу вот это платье, зачем тебе вот это, я тебе купила вот красненькое надевай. Мам, а можно мне конфеты? Нет, тебе нельзя, у тебя аллергия, тебе вообще нельзя. Аллергия правда может быть, мама правда может заботиться, но здесь это совершенно жесткое послание, вот с таким вот просто нет и все. Полное игнорирование потребностей ребенка, нет душевного отклика, нет такой вот любви, наполнения, либо наоборот, в ребенке видят воплощение своих мечт, то есть ты будешь великой балериной, ты будешь там, не знаю, профессором, потому что я в тебя столько вложила, я тебя родила, тебе нужно быть только самым лучшим, самым лучшей, достигать, и если ты этого не сделаешь, мама просто, мама просто этого не переживет, то есть вот такие вот полярные. и здесь, здесь видишь, особенно с мальчиками, здесь очень интересный сюжет получается, когда мама с отца переключает внимание на сына и делает его своим эмоциональным партнером, вот, и таким образом она выстраивает или жестко требовательные отношения, или наоборот идеализирующие отношения, при котором мальчику, то есть сыну, выдается не та роль, да, да, вот, и, ну, мама, например, есть такие сюжеты интересные, нарциссические, когда мама депрессивная и утешение находит в сыне, тянет его в этот контакт, забирает из него все внимание и все сочувствие, вот, и у ребенка на детском уровне формируется уже и во взрослом состоянии проявляется, ну, такое, как бы, отношение это значит потребление, отношение это значит из тебя вытягивают и если мама из меня вытягивала и делала своим эмоциональным партнером, то когда я вырасту я отыграюсь и теперь я знаю как любить и отыграюсь на своем партнере, партнерше и таким образом пообещав невообразимую почти что родительскую любовь резко брошу тем самым провернув вот этот вот замочек раз вселенная из меня в детстве вытягивала когда у меня сил не было я стал пустым мама из меня тянула мама из меня забирала мама меня спасала и брала в союзники в своих сложных отношениях с папой и вот таким же образом это происходит подсознательно вот здесь очень важно понимать я найду партнера который станет мне мамой психологически слишком приживлю к себе и потом резко брошу для того чтобы восстановить справедливость в этом мире да совершенно верно плюс еще это туда же в ту же копилку если родители алкоголики наркоманы либо один отсутствующий родитель например папы нет или там папа приходит как воскресный папа раз в неделю либо мама у нее у самой какие-то свои были психологические проблемы и она могла игнорировать не разговаривать неделями месяцами с ребенком это же психологическое насилие колоссальное да отсутствие контакта больше психологическое насилие чем если побить да совершенно верно называется это депривация депривация да и раз в семье было такое то естественно здесь недостаток тактильных ощущений то есть ребенка не брали на руки не ласкали не любили не обнимали да просто не давали внимания вот поэтому естественно это вот все и формируется именно вот так о чем ты сказал сейчас нарциссическая травма ну вот мы смотрели здесь что игнорирование личности ребенка в детстве или избыточная любовь или недостаток любви гиперопека вот и ребенок не чувствует себя эмоционально-психологической безопасности вот вот эта вот проблема с границами она не выстраивается и тогда формируется такой нарциссический тип характера да и именно потому что вот так больно и страшно поэтому и начинают зажиматься чувства именно поэтому снижается эмоциональный интеллект и эмпатия и не развиваются дальше это я еще хочу чтобы вот тоже было такое понимание что нет каких-то вот белое и черное это настолько все варьируется каждый человек уникален и у кого-то это больше проявляется какие-то нарциссические черты даже при нарциссическом расстройстве они просто травме у кого-то меньше и как и сама травма может либо быть очень глубокой либо это был менее нанесен вред психике и если человек где-то что-то начинает осознавать и работать с этим то это тоже совершенно уже другой аспект здесь тоже можно и эмоциональный интеллект развить и эмпатию это тоже мы все можно сделать я кстати хотела сделать небольшое отступление отступить да ты спросил меня в начале я все в голове держала этот вопрос а потом опять ушла в сторону почему я этим заинтересовалась и два года назад я обнаружила в себе что во мне тоже есть нарциссическая травма точно и даже склонность к может быть к легкому нарциссическому расстройству Я сейчас об этом так легко говорю Потому что я Приложила немало усилий Во-первых, чтобы это осознать Выйти из этого И сейчас я готова Помогать другим Потому что мне уже намного стало легче И у меня огромная Любовь и благодарность к тебе Потому что ты мне помог Из этого выйти Сам того не зная Сам того не зная И это все проявилось Почему? Все-таки я достаточно зрелый человек Психолог, сексолог Прошу прощения У меня это проявилось В безопасном пространстве Когда я жила год Как сотрудник, я жила в отчим доме И так как это было безопасное пространство Вот здесь у меня все это начало проявляться Сначала я начала понимать, осознавать Что у меня низкие эмоциональные Интеллект А при нарциссическом расстройстве И при нарциссической травме Люди часто живут головой Пониманием, а не чувствованием И я начала осознавать Что я больше анализирую У меня очень хороший анализ Но вот все, что связано с телом Это просто я даже Я не знаю, опять же не знаю Не то, что не чувствую А не знаю, как это Вот, и когда вот в доме были практики Медитации, какие-то телесные практики И я начала ощущать свое тело Может быть, ты помнишь Может быть, не помнишь После одной медитации я сидела и рыдала И ты меня спросил Настя, о чем твои вообще слезы сейчас? Я говорю, я себя чувствовать начала Я чувствую свое тело Для меня это было тогда Как такая маленькая смерть Выход в тело И я поэтому ощущаю и понимаю Что значит для человека с нарциссической травмой Вообще вот выйти в здоровье В оздоровление Очень важно, когда твои проявления человеческие Как человека Твою честность, искренность принимают И дают тебе честную обратную связь Вот это тоже очень важно Ну да, видишь И ценность в том, что ты прожила здесь Даже ни день, ни два Ты говоришь почти, что целый год И это мы называем так условно В нашей классификации Скрытым нарциссизмом Как он проявлялся у тебя, ты помнишь? Да, я помню Это первое Все, что связано с естественными потребностями Еда, мытье волос Там еще что-то Ну все, что связано с естественным Оно какое-то стыдное считается Я считала первое время Что я ненавижу кухню Вот прям вот это слово Я не буду его сейчас убирать Я прям так и скажу На самом деле Это вот Это был внутренний конфликт С вот этим нарциссическим Таким Слово не могу подобрать Ну считается, в общем Что это как бы стыдно-постыдно И работать там Да еще есть на людях Да еще готовить еду Для меня это было Вот просто невыносимо Просто невыносимо До тех пор, пока я не осознала С чем вообще все это связано Плюс очень сильное реагирование на критику Я тогда в себе замечала Даже на конструктивную А вот Это было такое вот Внутренний бунт Такой Ах так Да я опять делаю все не так Да я такая плохая Да вы все одни хорошие Я понимаю, что я сейчас говорю Какие-то такие странные вещи Это нормальные вещи Я же помню Да, это действительно Так было Пока я не начала разбираться в себе И я вышла из этого таким образом Я начала читать, изучать Что такое пассивная агрессия И что такое здоровая конструктивная критика Потому что на тот момент У меня еще с эмоциональным интеллектом Было низковато И я не всегда могла отследить Как человек мне говорит С какой целью он вообще мне говорит Какие-то вещи Которые меня бесит и раздражают И я начала прислушиваться То есть к интонации И уже начала понимать Когда человек действительно хочет меня зацепить И здесь я уже могу возмутиться Ну и как-то что-то ответить Либо когда это здоровая критика И я могу переспросить А от меня что-то требуется Или я что-то нарушила Или может мне что-то улучшить И человек спокойно мне отвечает Да, да нет, все нормально, Настя Просто можно вот это, вот это и вот это И я понимала, что здесь Ко мне претензий нет Что все хорошо И это просто была здоровая критика И вот у меня со временем Я начала это различать Ну видишь, аналитические способности Как раз помогли различать То и другое Да, потом у меня это очень сильно проявлялось В зависти Зависть была какого рода Например, я что-то сделала А похвалили за это другого человека Как же так? Ну это ведь я! Да почему меня не заметили? Ну это ведь я сделала! Вот Очень сильная обида сразу Вообще это просто голову перекрывает Просто сильная обида И зависть Уже со временем Опять же, вот При любящем В любящем безопасном пространстве Я научилась радоваться за других Когда другой что-то сделал Его похвалили И даже если это я сделала Его похвалили Ну и ладно, пусть порадуются Пусть бонусы ему Да, да Потому что И еще было очень важно Ты для меня очень значимый человек И очень долго у меня была такая ревность К другим сотрудникам Что не только одну меня любят А еще кого-то любят Вот Но со временем я поняла Что вот у меня есть место в твоем сердце И это место, оно мое А вот у Саши есть его место в сердце И это Сашина место Оно тоже у тебя в сердце И оно его И я когда это осознала Стало это больше принимать И в ежедневных каких-то подтверждениях Своей значимости Твоей любви ко мне У меня это тоже Ну, со временем сгладилось Опять же, это как От недостатка родительской любви Когда тебя родители вот Недолюбили и гнобили А тут вот такое любящее Принимающее пространство И есть осознание И чувствование, что тебя любят Вот здесь уже, конечно Тогда легче работать с собой Вот представь себе Мы с тобой говорим уже 40 минут Представляешь? Ну, тема офигительно интересная Ну, слушайте Тогда нужно прямо сейчас На 40-й минуте обознать Что центру, чей дом Это место Реабилитации Или, как это сказать Исцеление от нарциссизма По крайней мере, Настя Об этом свидетельствует Свидетельствует И то, что ты говоришь Ну да, когда ты получаешь В безопасном пространстве Доброе Добрую оценку И доброе намерение И ты убеждаешься Что здесь Никакой дискриминации Дискредитации нет И завоевывать любовь Не нужно Потому что здесь Безусловно любят Это Речь идет о Так называемом Скрытом нарциссизме Но есть еще Три вида И я сейчас их перечислю И мы остановимся На самом рискованном Потому что От него Больше всего Ну, трудных Последствий И ран Претерпевают Те люди Которые влюбляются В нарциссов Не будучи знакомы С особенностями Этих Замечательных людей Ты знаешь Когда я формулирую Эти особенности Ну, как будто Даже вот сейчас Уже хорошо Познакомившись с темой У меня Как что-то главное Ускользает Такое Главное Как бы ускользает Мне хочется их реабилитировать И сказать Ну, просто Недолюбленные дети Но я понимаю Что если в гуманистический Этот сценарий Ну, как бы свалюсь То я Что-то важное И до людей Не то не усу Да Существует Кроме скрытого Еще Конструктивный Нарциссизм И это, конечно Это Обаятельные Харизматичные Открытые Люди Которые Свою Нарциссическую Рану Трансформируют В какое-то Творчество Самовыражение У них Сложность Есть в отношениях С другими людьми У них Есть Какое-то Недопонимание Может быть В личной жизни Не слишком Все склеивается Но хотя бы Есть какой-то Продукт За который Им платят Деньги И у них Ну, условно Говорю Они выходят На публику Публика Рукоплещет Цветы Приносит Вот И, как сказать Они питаются Вот этим Вот Признанием Людей Признанием Своих достижений И результатов И энергию Они получают Через Социальное Признание Своих Ну, поступков Действий И они Действительно Масштабны Да Вот Существует Дефицитарный Нарциссизм Я очень часто Ты знаешь Любил Использовать Слово Дефицитарность Вот прям Зачитаю Люди Дефицитарным Нарциссизм Как правило Проявляют Неуверенность Себе Застенчивость Гиперчувствительны К социальным Оценкам Имеют Повышенную Тревожность Они реже Участвуют В социальных Взаимодействии То есть Избивают Избегают Каких-то Групповых Тусовок Не способны Успешно Продвигать Положительный Образ Своей личности То есть Как только Ну, вот Говоришь человеку Вот Например Такому Дефицитарному Ну, напиши Сделай Хорошую Фоточку Запиши Видео Напиши О своей работе Люди Выставляют Какие-то Темные Фотки Люди Понимаешь Выставляют Какие-то Мудреные Тексты Благодаря Которым Их не заметят Как Диалогичных И интересных То есть Какой-то Заумный Например Там Психолог Какой-то Сексолог Травматолог Вот В каком-то Затемненном Формате Или Где-то Там Фотография Спиной Или В какой-то Совершенно Старой Куртке Или Видосик Знаешь В таких Темно-нуаровых Тонах Я говорю А это Что Как На Это Можно Как Это Может Привлечь Вот И Как Только Их Начинают За Эту Презентацию Отвергать Или Когда Просят Они Просят Обратной Связи Я говорю Слушай Ну Это Какой-то Мутняк То есть Ты Представляешь С собой Затемненного Мутного Человека К тому же Еще и Мудренно Рассуждает А не Проясняет Сразу Раз Типа Такой Ну Это Я Я Не Понят Я Не Принят То есть Почему Потому Что Общаться В этом Как Сказать Воспринимать Обратную Связь И Корректироваться Можно Если У тебя Есть Личностная Энергия Хотя Бо Подискутируй Ну Хорошо Ты Скажем Давай Одно Сделаю Так Другую По Другому Но Человек Раз Он Кнулся Типа Меня Не Поняли Не Приняли Вот И Конечно Перверзный Вот У Тебя Несколько Раз Звучало Слово Перверзный И Мы Согрешим Если Мы Со Склонностью Психологическому Насилию С Партнером Для Перверзного Нарцисса Характерно Переменчивать Настроение Двуличность Отсутствие Эмпатии Склонность К манипулированию Отсутствие Сострадательности Мстительность Хрупкая Самооценка Неумение Признать Свои Ошибки Быть В отношении С таким Человеком Очень Сложно Он Не умеет Прощать Чужие Ошибки Причем Ошибками Он Он Может Ошибок На На этапе Приручения Пока Он еще Может Брать Из этого Человека Или Приручает Его Но потом Эти ошибки В виде Текста Рассказа Другим Людям Какого-то Трактата Вот Процесс Обесценивания Он Как сказать Это для Нарцисса Освобождение От прежнего Источника Энергии В поиске Новой Но Свойство Нарцисса В том Что Пока Он Нового Не находит Он Держится Того Которого Может Жрать Совершенно верно И я тебе скажу Еще такую Интересную Штуку И Новому Нарциссу Новой Жертве Своего Нарциссизма Он Интонационно И даже По тексту Может Говорить Такие же Слова Такие же Слова И Спасибо Большое Я так Тобой Наполняюсь Ты Меня так Хорошо Поддержала Ты Прям Дала Мне То Вдохновение Вот Причем Предыдущий Партнер Или Жертва Просто Отсутствует В поле Зрения Как будто Этого Человека И не было И Конечно Жертва Нарциссизма Такого То есть Отвержения В конечном В конечном Итоге Чувствует Себя Использованной Вот Как будто Этого Человека Обобрали Эмоционально Оставлены И На восстановление Может уходить До полугода Несколько лет А то и Несколько лет Потому что Это же Жуткое Обесценивание Когда тебя Подняли До небес А потом Просто-напросто Захлопнули Дверь Без объяснения Причин Да И вот Я сейчас Просто держу В голове Это очень важное Дополнение Ты говорил Что он не может Там признавать Свои ошибки Это верно То есть Он их В душе Это не признает Но Что сбивают С толку Многих людей Он может Искренне Перед всеми Извиняться Причем Он может Публично Извиниться Для чего Он это делает Он же Не правда Извиняется Это чтобы Ему было выгодно Чтобы Я хороший Посмотрите Я хороший Это как В копилочку Его имиджа То есть Опять же Это работа На окружение То есть Все окружение Считает Что это Очень хороший человек Да он ошибки Свои может признавать Да он искренне Извиняется При глубоком чувстве Недостоинства Он лепит На самом деле Это вот так И каждый раз Ты меня унижаешь Ну в общем Есть еще другая грань Что касается Дефицитарных нарциссов Это когда С собственной Дефицитарностью Человек замыкается В себе Депривирует Партнера И не говорит Что не так Да Вот И таким образом Человек Который находится В партнерских отношениях Он изматывается Он Додумывает Или она Додумывает Он Пытается Вскрыть И открыть Если там еще И дефицитарность И шизоидность Определенного Рода есть То Попытка добиться Или узнать Что же не так И можно ли что-то Исправить Или расскажи Там о себе Что ты переживаешь То есть там же может Как истерическая форма Быть Так и вот такая Депрессивная Когда человек Глубоко уходит в себя И Или Игнорирует Или так Каким-то образом Да все нормально Вот И ты понимаешь Что ненормально Уже не по-прежнему Но скорее всего На этой стадии Вампир То есть Нарцисс Ищет новую жертву Потому что Это предыдущее Уже не удовлетворяет Согласна И здесь еще Знаешь Такой момент Есть У перверзного Нарцисса Это вообще Его фишка Вот нелогичность Неопределенность Это будет На всех стадиях Отношений То есть Если сначала Он ее будет использовать Это неопределенность Наоборот Для влюбления То потом Он будет ее использовать Для Разрушения Своего партнера И Самое Вообще Что больше всего Бесит нарцисса Когда Просит его Что-то конкретизировать Что ты конкретно Имел ввиду А вот сейчас Вот ты сказал Ты вот этого Что ты под этим Подразумел Когда начинается Конкретизация Это его просто Вгоняет в ярость Да Потому что При конкретизации Манипуляция Невозможна Конечно Неоднозначность Невозможна Да Совершенно верно И Я хотела Я здесь даже Себе вот выписала Чтобы не пропустить При расставании Мы уже перешли К перверзным Да Конечно Конечно Вот при расставании Так как мы Уже говорим Про расставание Сейчас Они будут Обязательно мстить Они будут Мстить Обязательно И Может быть Если он сейчас Увлечен Поиском Новой Своей жертвы Или она у него Уже есть на примете Может это будет Не сразу Но Возможно Все равно Это будет потом Вот Как он будет мстить Любыми путями Давать понять Что мой новый партнер Гораздо лучше тебя Он круче тебя Моя новая женщина Она просто Вот Ну ты по сравнению С ней Никто ничто И звать тебя Никак Это будет Любыми путями Там я не знаю Какими-то фотографиями Сообщениями Сообщениями Через общих друзей Там еще что-то Но это будет Обязательно С новым партнером Он может На зло Предыдущему Воплотить То о чем Мечтал Предыдущий Партнер Вот Это будет Просто Идея фикс Сделать это Чтобы Унизить Растоптать Предыдущего Партнера Я вот Чего достиг Посмотри Что у меня С моей Новой Женой Есть А Например Это была Мечта Предыдущей Женщины И он Обязательно Это сделает И даст Знать Так Чтобы она Узнала Чтобы Помучалась Ну В его Понимании Грязная Клевета Вранье И слухи Это вообще Классика То есть Это вообще Классика Причем С привлечением Как больше Большего Количества Людей Чтобы они Вот Это все Хотя бы Были Не то что Поверили Но были В курсе Вот Хоть как-то Но очернить Тоже Есть такой Вариант Особенно Если были Продолжительные Теплые отношения На первых порах Как казалось Жертве И она Сама Вспоминает И Переживает По поводу Расставания Но потом Все-таки Отстраняется От перверзного Нарцисса Говорит Все Нет Никаких Контактов Ничего Все У меня Все хорошо Или Даже может Быть Уже Есть Какие-то Новые Отношения Он Может Вернуть Обольстить Так Что Мне нравится Как Анна Богинская Говорит Обозначает Это танцы На парапете Это может быть Что-то такое Ваус Крокодильи Слезы Опять Новый этап Ухаживания Клятвы И То Что Я Вот Тут И Даже Не То Что И 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 Готов Готов Опять Тебе Тебе Принести Чтобы Вот С тобой Все Это Воплотить В общем Там Возможно Различные Варианты Но Чего он Добивается Когда Произойдет Воссоединение Самый Болезненный Неподходящий Момент Он Развернется И уйдет Причем Сделает Это Так Что Партнер Будет Уже Раздавлен Вообще На Долгое Время Вперед Ну Да Потому Что Если Расстаться Пережить Боли Расставания Потом Вместить Снова Это Чаще Всего Этот Способ Мщения Он Использует Когда От него Уходят И Звучит Это Так Как Будто Они Делают Это Сознательно Но Мое Подозрение Что Это Нарцисса Какая Биологическая Программа В Большей Степени Чем Этика Властны Ли Они Над Своим Поведением Или Они Находятся В такой же Стадии Как Алкоголики Например Наркоманы Когда Программа Владеет И Ничего Поделать С этим Нельзя Я Очень Много Читала На эту Тему Слушала И То Что Я Слышала От Многих Достаточно Компетентных В этой Сфере Людей Именно Вот Этому Деструктивному Перверзному Нарцису Ему Помочь Невозможно Это Действительно Как Программа Он У него Своя Правда Так Скажем Внутри И Он Не Осознает Что Он Причиняет Вот Такой Вред И Разрушение Он Может Сказать Ну У Человека Должно Быть Много Любовных Отношений Нельзя Зацикливаться На Одном Может Ну Да Это Это Вот Как Ты Очень Точно Сказала Что Может Быть Своя Правда И Она В Моменте Может Меняться И То Что Были Даны Какие То Обязательства И То Что Были Какие То Построенные Отношения То Что Другой Человек После Ухода Очень Ранится Уязвим На Его Программу В Котором Отсутствует Реальная Эмпатия Это Никак Не Влияет Потому Что Мне Нужно Жрать И Мне Нужно Разное Качество Энергии Я Прихожу В Человека Душ Его Выедаю И Может Ли Нарцисс Построить Вот В Терапевтических Отношениях Перверзный Нарцисс Вот Прецедент Вот Такого Нарциссического Абьюза Может Ли Он Действовать Как Клиент Психотерапии То 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 Ты Хочешь Сказать Что Он Приходит На Психотерапию А Я Считаю Это Мое Мнение Частное Но В то же Время Этого Как Я читала И Достаточно Известные Люди Умные Тоже 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 Об этом Говорят Он Может Прийти На Психотерапию Только В одном Случае Поднабраться Опыта Как Вообще Выстраивать Новые Стратегии Как Лучше Подстраиваться К Жертве И Он Будет С Терапевтом Использовать Те же Стратегии Как И С Партнером То есть Если Терапевт Еще Достаточно Даже Может быть Где-то Неопытный Он Может Влюбить В себя Влюбить В себя Как Клиент Клиент И В Личном Провернет Ситуацию Нарциссического Абьюза Рано или Поздно Найдя Себе Другого Терапевта Который Действительно Помогает А не Как Этот Шарлатан Или Шарлатан Да 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 Чтобы И Здесь Он Приходит Только Для Того Опять же Еще Чтобы Поднабраться Опыта И Оправдать Такими Некими Скажем То Что Мы Здоровым О Любви К себе Говорим Он Это Будет Использовать Для Себя В Оправдании В Оправдании Своих Действий Да То И Тема Любви К себе Которая Гомеопатическая Доля Здорового Нарциссизма Тема Хорошая Он Будет Использовать Как Оправдание Своего Я Своего Селф Своей Творческой Спонтанности Своей Сердечности И Имитации Искренности Да Для Того Чтобы Вскрывать Сердца И души Других Людей Жрать Оттуда Внимание Энергию И Оставлять Опустошенными Жертвы И Сказать Я Принимаю Себя Такое Какое Есть Я Люблю Себя Такое Какое Есть Я Это Реализовал И Психологически Это Вполне Оправдно Если Что-то Поскольку Время Нашей Передачи Подходит К концу Тебе Сказать Нашим Замечательным Зрителям Зрительницам Оно Оно Условно Оно Условное Да То Что Это Не Ваша Вина Вы Наоборот Настолько Хороши Что Вас Выбрали В качестве Вот Этого Донора Да И Просто Ребят Восстанавливайтесь Восстанавливайтесь Вот И Еще Мне хочется Сказать Что Вылечить Пожалеть Но Это Невозможно Я имею Ввиду Сейчас Перверзных Нарциссов То есть Ждать Что Он Изменится Что У него Что-то Там Переключится И Ситуация Пойдет В другую Сторону То есть В светлую Такого Не будет И Опять Даже Про Нарциссическое Расстройство Если Вы Видите Это В своем Партнере И Хотите Ему Чем-то Помочь Вы Не Его Психотерапевт Не Надо Никого Спасать Не Надо Никого Лечить То Есть Человек Если Ему Это Необходимо Он Сам Идет За Помощью Если Он Пошел За Помощью И Просит Вас Его В этом Поддержать Вот Здесь Можно Только Это Если Он Искренне От души Делает И Сам Хочет Себе Помочь И Идет За Психотерапевтической Помощью А вас Просят Побыть В этом Если Вы Скажете Ему Что Он Нарцисс И Дайте Посмотреть Этот Ролик Это Еще Больше Его Обозлит Конечно Конечно Ну И Я Вообще Другим Людям Особенно Если Не Касается Это Психологического Консультирования И терапевтической Сессии Я вообще Никому Диагнозов Стараюсь Даже Мысленно Не ставить Только Если Это Касается Либо Себя Либо Когда Человек Пришел К тебе За помощью А Нарциссам Нарциссу Ты Сказала Про Вот Когда Приходит На Терапию Поднабраться Неужели Так Все Безнадежно У 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 Смотрит Этот Ролик Но Неужели Так Все Фатально С ними Неужели Исправить Эту Патологию Характера Ну Невозможно Я тут Даже Знаешь Вот Списал Одна Психологиня Пишет Поэтому Главной Мерой Профилактики Нарциссизма Является Выстраивание Нормальных Моделей Поведения Родителей В семье А так Установление Доверительной Теплой Танши Межчленами Седми И Детьми А это профилактика Это профилактика Да И здесь Вот я еще Тоже Я Сказала Что Как бы Диагнозов Не ставлю И Тем не менее Если вы Видите Вот Те проявления О которых Мы с тобой Сегодня Говорили Просто Будьте Осторожны Включайте Здоровый Критицизм То есть Здоровую Критику И Будьте С этим Человеком Осторожны Входить Ли вам С ним В близкие Отношения Или нет Потому что Ну Можно Просто Потом Вот так Вот Вляпаться Ну И Конечно Так уж Если Это Не первый Опыт Для Вашего Любимого Нарцисса Посмотрите На Фотографии На Жизнь Если Возможно Мы же Все Интересуемся Бывшими Тех Людей Которые Оказались Жертвами Нарциссического Абьюза Причем Хоть Дефицитарного Хоть Перверзного Они Обычно Безэнергетичны Высосаны И Поэтому И Возможно Поэтому Нарцисс Потерял Интерес К ним И Нашел Вас Как Более Ресурсную Жертву Хотелось Бы Дать Под Конец Надежду Но Я уверен Что Настоящий Нарцисс Зацепив Несколько Минут Нашего Видео До Конца Не Досмотрит Поэтому Мы Лишаем Надежды На Исправление На Возможность Нормальной Социализации Это Ваш Стиль Это Ваша Жизнь Это Ваш Способ Взаимодействия Энергетического Осполнения В Настоящей Взаимной Любви Где Существует Обмен И Верности Обязательства Там Энергии Гораздо Больше Но Вам Туда Не Дотянуться В Каком То Смысли Это Хрупкие Люди Вот Но В Большинстве Су Согласившись На Свою Эмоционально Психическую Инвалидность И Если И Возможно Оттуда Выйти То Не меньше Года В центре Очей Дома Спасибо Насте Огромное Потому что Это Все Я вижу У тебя Там Еще Пункты Но Говорят Дольше Час Никто Не Смотрит Только Те Кто Особо Заинтересованы Я думаю Что Мы Все Объем Еще Освятили Эту Тему Вот И На Это Мы Завершаем Будьте Здоровы Любите Нарциссов А Также Георгины Пионы Гвоздики Розы Калы И Какие Еще И Ромашки 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 Ромашки